Иное измерение русской культуры О крокодиле Известника Европы Написал Франк, доктор французской восточной армии Читает Евгений Бразов-Брушковский В Европе думают обыкновенно, что крокодил есть ужас Египта и Нила Но сей двустихийный зверь не показывается никогда в Нижнем Египте Его можно видеть только в Тибаиде и выше Он выходит из воды в жаркие дни, когда Нил сбывает и ложится на песок Это случилось мне видеть в апреле и в мае Крокодил любит места уединенные Знает, кажется, свою опасность и только шагов на шесть удаляется от реки Всякий шум пугает его И я не мог никогда приближиться к нему на ружейный выстрел Но как сие животное имеет весьма твердую чешую То его весьма трудно застрелить Надо б напопасть непременно в пах Или никакая пуля не сделает ему вреда Я нашел в Дендере одного ка-шефа, который был великой мастер стрелять крокодилов Он убил их с ряду восемь и поставил на террасе своего дому Так что издали они казались совершенными пушками Жители Египта также радуются, застрелив крокодила или поймав в сети Как европейцы бывают довольны, убив волка Я не видал ни одного крокодила более десяти футов в длину Проспер Альпин говорит о крокодиле мерую в тридцать аршин Но должно заметить, что сей автор не был в Верхнем Египте И поверил, конечно, ложным известиям Славный Норден пишет, что он видел сих животных в пятьдесят футов длиною Я думаю, что он также обманулся По крайней мере, тамошние жители никогда таких не видали Что принадлежит до опасности быть жертвой у крокодила То она совсем не так велика, как обыкновенно думают Вообще кажется, что он боится человека Ибо не любит обитаемых мест И чем далее едешь к Нильским порогам Тем более находишь крокодилов Равнодушие, с которым жители ходят по берегу Нила и купаются в нем Уверило меня, что они их не боятся Но при удобном случае сей коварный зверь схватывает овцу, козу, ослам, младенца И с добычей своей скрывается в реке Только в одном месте, где женщины берут воду Я видел загородку из тростника, сделанную для защиты от крокодилов Тут один из них оторвал грудь у женщины, которая черпала воду Достойно примечания то, что сей зверь, выходя из воды Всегда бывает окружен множеством больших птиц Особливо пеликанами Какая может быть связь между животными столь различными? Известно, что цапля отменно любит коров и быков Отчего по-французски называют ее гардбов Можно заключить, что между крокодилом и пеликаном Есть также непонятная для нас симпатия Напечатано в журнале «Вестник Европы» Август 1802 года Номер 15 Страница 199-201 «Вестник Европы» «Умаamault 13» «Вестник Европы»